друзья здравствуйте с вами мария карпинская и сегодня я продолжаю нашу бесконечную встречу разговор и все беру из того что я сама откопала сама нашла не беру откуда-то а беру из откопанного мною да и действительно там многие пишут я перевернула всю историю это правда перевернула вверх тормашками но сегодня тема она немножко другая вы знаете у меня удалили с ютуба там храма матери богини вот этой ходимбы но я снова поставила по новой посмотрим запретили даже смотреть но бывает такое ошибка может быть со стороны ютуба об индии разговор бесконечной длины потому что еще раз для тех кто там откуда-то выписывает чего-то там начинает меня учить жить не учите меня жить называется да есть такие дело в том что в индию я езжу с 94 года и я езжу не просто там сидеть да и купаться в океане хотя это есть вот уже два года не ездила из-за к вида а я езжу для того чтобы исследовать историю и эта история она началась давно я просто уже извините как продолжение вот передач и фильмов а шиви и о храмах и о гималаях эта история началась давно потому что когда восемьдесят девятом году я прочитала впервые вот новый завет столкнулась с именем иисус христос его кое-каким поведением которое выцепила оттуда из этого нового завета мне очень захотелось узнать а где он был до 12 лет то есть 12 до простите с 12 до там 33 и я узнал что по великой вот этой значит к нему приходили волхвы когда он только родился волхвы есть только в одном месте в россии в котором уже нету или были тогда и в индида значит дальше осталось раскопать где же он был и выяснилось что когда он подрос до 12 лет как-то к нему пришли волхвы нашли его они ведь не просто так дали там золото смирну на обеспечение ребенка матери они сказали что в 12 лет как я предполагаю они сказали что в 12 лет они его соберут обучаться и мать согласилась и в 12 лет они пришли и вот по караванному пути забрали иисуса и он попал в индию и дальше мне очень хотелось расследовать у меня всегда получается так если я что-то хочу узнать у меня всегда получается туда попасть и благодаря вот этому желанию моему расследовать у меня всегда так было я попадаю в индию девяносто четвертом году после обрушения моей жизни находятся друзья которые отправляют меня в индию дают деньги и так далее и я еду дальше я еду не просто так а я еду по слава по следам исуса но там его зовут иса из самого юга по всем следам по храмам с розыском здесь был иса здесь был иса где был иса я проехала иса извиняюсь эту я проехала всю индию везде побывала где он был а потом дальше и следы повели в непал и я поехала в непал и там я приехала на место где родился буда и там тоже был иисус дело в том что если кто-то считает что письменность появилась там когда-то недавно там так как утверждается в ветхом завете то простите меня пожалуйста это все полная фуфня письменность появилась там было миллионы лет назад извиняюсь что это говорю и в индии я же говорила вам что в старой кангре здесь пещеры где сидят очень много пандитов всяких вот людей которые медитации постигают какие-то науки древние они все письменностью там и 50 тысяч лет было поэтому эти несчастные там 2000 и 5000 это такой плевок небольшой да вот я очень хочу понимаете я хочу вам рассказать одно а меня тащит другое я не могу остановиться но позвольте я все-таки немножечко вот на этой теме тоже заострюсь вот и таким образом я прошла по всем его следам непал бутан и вернулась но обратно бауравиль тогда бауравиль я была путешествовала я проехала абсолютно все два года в индии я посвятила возвращалась и снова ехала путешествием по индии по следам из и я очень многое узнала да я не буду очень многие вещи вам рассказывать потому что это бесконечная длинная история моих похождений поисках следов христа меня не очень интересовали просто безумно но я не могла иначе понимаете и поэтому вот я раскопала эту историю это была такая важная для меня история я получила ответы на все вопросы и я получила вот эти понимаете есть канонические там евангелие есть не канонические меня конечно всегда интересовало все то что так скажем скрытое знание то что не каноническое и именно в не каноническим этом самом евангелии я прочитала о том что когда он вернулся то он иудеям сказал что ваш бог дьявол ваш бог человека убийца а мой бог бог любви вот с этого началось мое новое путешествие открытие я стала искать бога иисуса посвятила ему этому тоже всю свою жизнь очень много лет если он сказал что бог иудеев человека убийца клеветник и так далее нехорошая вещь о нем до дьявол то понятно что тень сразу у меня легла на все то что было связано с историей ветхого завета и бог бога ветхого завета йогова да я вот я на его стала подозревать вообще я себя веду расследуя что-то я веду себя как может быть следователем и я могу подозревать каждого не важно бог это или не бог у меня упали подозрения на него которые потом подтвердились эту историю я потом могу конечно если вы вам очень хочется все рассказать от и до как это все и она находила да и годы шли я ездила в индию копала потому что если там был иисус с скажем 12 лет до какого-то возраста когда он приехал и дальше его распятие и ваш бог человека убийца мой бог любви значит искать бога любви следовало в индии я его там искала вот из всех богов которые там были значит мой выбор так скажем как следователя полна бога шива вот сейчас извините что там у нас да это саша счастлива алё саша я веду передачку да да ничего ничего давайте звоним с потолами перевернутая история вы знаете хотелось городу получается другое потому что вот я вся как сказать как такая ведунья что ли напичкана этими историями которые я сама раздобыла люди которые начитались книжек откуда-то там что-то взяли это одно и другое когда ты ведешь самое настоящее расследование и вот сейчас все-таки перевернутая история и расследование мои пусть будет так хотела другое сделаю такую передачку потом следом сделаю другую так вот расследование и привели меня в индию по следам еще раз повторюсь и суса я прошлась и спрашивала по ходу искала шамбалу еще там у рериха в доме жила но много чего было всего не рассказать вам и поэтому то что я говорю она как-то сказать она мной расследовано это не из книжек хотя конечно книжки мне в пол помощь были там веды в помощь все это в помощь но это было для того чтобы сравнить и где-то чего-то сложить то есть аналитика без анализа этого я не стала бы не но брать на веру что-то я могу подозревать всех понимаете вот но так я уже устроена с детства я всех подозревала и поэтому у меня вот вот расследование такой следователь только следователь в истории вот и значит пройдя все пути дороги изучив все про иисуса я пришла к выводу что его учителем и богом любви о котором он говорил был бог шива там кто-то там я не помню написал про что такое ерунду какую-то прошиву в индии каждый извиняюсь лысый и не лысый знает что шива это бог богов и для того чтобы человек хоть что-то понял индусы сделали огромный фильм из 800 по моему 20 серий который называется бог богов девонки дев махадев тот кто хочет понять потому что это сделано и по ведам и по пуранам пурана это как вот ветхий завет а это там пуран то есть вот понимаете я не знаю почему там ветхий завет называется эта история то что история пишется и там тоже да там тоже много переписывалась под себя это понятно но там так не исказили историю как писали специально там здесь вот это все искажают переворачивают перенатягивают на себя это все честно говоря мне ужасно не нравится но меня интересовало естественно я очень утверждаю я очень люблю русскую землю я очень люблю Русь и вот это на самом деле поиск Христа это был поиск Руси изначально но я тогда еще не знала знаете мне там говорили о славянских богах но мне как-то они не притягивали просто не притягивали я как бы решила идти вот более так правильно искать да по следам по следам по следам такая следопыт и вот следы эти показали что указали мне как следователю на то что богом Иисуса Христа который Иисуса да который Иссы который прошел по Индии с 12 лет ребенок еще стал естественно Шива и я уверена что он был посвящен Шиваизму потому что если брать ну в Индии считается три бога которые от которых все пляшет как говорят да это Вишну или он же Нараяна но Вишну и богиня Лакшми богатство я не думаю что Иисуса привлекли там богатство и вот равновесие это миров нет он не таким был и тем более Брама который писал там судьбы я не думаю тем более что Брама был и самим Шивом уже отторжен и наказан и ему поклоняться запрещено было значит остается бог Шива остальное полубоги вы знаете демоны и так далее кто хочет тот найдет кто не хочет тот и будет как-то ковыряться где-то брать каких-то из лжевых источников знаете как это не Бетховена слушать а вот слесаря который намурлыкал Бетховена и говорит не нравится мне слушать надо искать надо из первоисточников вот я вам даю то что я сама раскопала из первоисточника вот и копания эти же не просто там вот так раз и все нет это шло очень долго вот я сравнивала славянских богов они мне что-то не нравились все кроме Виллиса ну как-то вот понимаете все что-то не то потом эти греческие все боги это египтяне ужасно все это все это мне не нравилось понимаете все они кровожадные какие-то все они совершали преступления они не были чистыми вот и я искала чистых богов я изучила там всех наследников аватаров так скажем вишну бога ну да там замечательные ребята тоже и кришна там все ну как то вот все не то ну про браму уже не говорю вот и значит меня интересовало изначально ну вот именно бог шива я поняла что нужно копать здесь именно у бога богов я могу искать ответ на все вопросы я много чего пересмотрела переговорила узнала читала ну все не то все как бы да 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 хотя он чистый как лотос единственное что этот именно бог из всех богов каких я только знала удовлетворил моим требованиям о чистоте о несовершении всяких преступлений то есть он чист он справедлив он отзывался моей душе именно бог богов шива вот и еще из того что отзывалась моей душе я же говорю мне плевать хотелось от египтяна и богов от египетских богов греческие все эти зевсы и так далее то есть я к ним относилась плохо потому что они понатворили там чудес таких что ну в общем кровожадные и я такого не не выносила вот я нашла и я нашла как наверное нашел иисус то есть я прошлась по его следам тоже и нашла и пришла к шиве боги богу богов чистый абсолютно чистый не рожденные на земле но появляющиеся там в разных формах и проходящие разные пути человеческие а потом вся эта история которая вам рассказывала да между брамой и шивой что шива пошел медитировать чтобы создать прекрасный совершенный мир и людей а брама со своими потомками решила чуждать его взяли и создали вот это все что они создали когда шива вернулся он долго плакал рвал волосы на голове действительно плакал потому что он личности вообще боги это все личности и не надо там что-то говорить обезличивать обезличенность нам я скажу немножко вот и тогда он решил помочь не уничтожать человечество которое создал брама браму приковал там и сказал что никто ему поклоняться не будет ну вы же понимаете что брама не мог это просить поэтому вот прорвался к шумерам какой-то момент выбрала шумерова из разных народов народ назвали это еврейским народом иудейским сказал вы будете избранный в общем дальше я уже устала это говорить хотя надо наверно повторять повторить что дошло до кого-нибудь вот и стал ими управлять с помощью там нефилимов разных там я не знаю чё угодно ну в общем все понятно но вот это этот паук шива среди этой троицы совершенство это то что я искала найти совершенство я его нашла я думаю иисус тоже его нашел и понял что это бог любви и поэтому он и говорил так же как говорит шива я есть альфа и омега начало и конец я разрушитель и созидатель то есть он и то и другое он и есть бог любви в нем есть сосредоточено все что угодно там вот какая-то девушка одна написала он здесь вы нему обращайтесь я хочу сказать что очень многие сейчас когда я вот искала иисуса очень много было те кто говорили от имени иисуса но все это были демонические существа а как ты проверишь многие сейчас а сейчас так как шива всплывает то сейчас очень многие начинают демоны говорить от имени шивы я не верю никаким этим говорили пока сама не исследую мало ли кто там говорит он серафим саровский рассказывал ему богоматерь даже в свете являлась это были демонические существа так что извиняйте верить никому не верю верю всякому зверю как там а ежу помогу я погожу никому не верю вот и себе тоже пока никаким словам не верю расследованиями занимаюсь услышьте меня те кто не слышат вы должны услышать меня я занимаюсь расследованиями и то что я выдаю это результаты моих личных расследований потом это подхватывает всякие демонические существа начинаются контактов миллионы и контактирует там черте с кем и я не знаю там ничего не там несут и потом очень много распространяется это быстро еще раз то что шиван иван открыла я никто не будет другой до меня этого не было сейчас разнесут уже это понятно размажут по тарелке будут на этом деньги делать все ясно как божий день мне ясно вам не ясно мне ясно так вот когда для меня все это открылась и я поняла кто есть тот основной бог от которого все идет и вот потом а потом уже я посмотрела бог богов двонки дев я очень многое тоже поняла потому что это уже пураны которые озвучены да вот потом создавались уже когда кришна там это все разные всякие вещи которые могли там что-то переворачивать каждый на себя одеяло натягивал все как обычно каждая секта особенно если она созданная не в индии она пытается натянуть одеяло на себя и сказать что кришна главный на вишну главный там вот они там все что это 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 их трудности это их трудности еще раз я сама для себя открыла и я меня никто не может с этого убеждения снять потому что я с это открыла сама богом любви основным богом является шива он мне один отвечал моим потребностям вы знаете ведь все люди лбуны а вся жизнь истории искусства что-то математика наука все все построено на лжи это я уже заметила все искусство вот я сейчас смотрю там китайские дорамы смотрю того и любовь и судьба боже мой но они специально готовят жертвы вот там девочка такая и вот она покорная такая невинная блин что нас слепая такая вот эта слепость они все как бы вот делают и главными героинями то есть не признается вот эта любовь это осознанность это сознание это понимание это иметь как говорил иисус глаза везде на руках и на ногах и на голове везде но этого как это все закрывается поэтому вся история то что пять тысяч лишь такой пять тысяч лет эту историю либо сперли переписали я сейчас иду к истокам так вот те истоки которые я нашла почему у меня перекличка большая с пушкиным потому что его сказки то есть его это царе салтане все они тоже перекликаются с русскими народными сказками и в русских народных сказках давным давно мне нравился вот этот иван дурак да который был такой добрый очень добрый очень наивный кстати шива тоже добрый наивный сердце как чистый лотос очень наивный очень чистый но всегда побеждал шива такой же вот так вот когда я стала изучать прошиву все про его не про про его характер про его поступки взял выпил яд всего мира рискуя собой то и шел на такие поступки которые но никто из них эти боги все разбегались прятались там такого он шел и спасал мир этого мне достаточно чтобы понять кто он по поступкам его и дальше вот сказках иван тоже по поступкам то есть тоже он делает какие-то великие поступки которые говорят о его чистоте души а его добросовестности а его высших добродетелях которых нет ни у кого но нет ни у кого и вот этот поиск как-то уже поставил равенство между вот этим сказочным русским иваном и шивы очень уже много было одинаковых качеств у одного и у другого вот и этого засела мою мозгу что надо же вот русских народных сказках иван а в индийских бог богов шива как они по своим качествам похоже как они велики как они чисты как они невероятны и весь мир вокруг понятно что грязный такой сякой розытаки и вот видимо это мое равенство это уравнение я же математики физик да я так сказать уже написала себе уравнение математическое шива возможно равенство с иваном это было давно а дальше я сейчас уже рассказываю то что случилось это что для меня уж ну как как уже детский сад уже прошла да вот а дальше вот уже в девятнадцатом году когда я путешествовала по гималаям вот я искала там храм шиевы долго не могла его найти там не описано фильме я попала в храм ходим бы вот этой ракшаски вампирки которая мучила народы это все такие чиновники были большие до которые мучили людей властвовали над людьми но держали их в рабском состоянии жутко и она так долго раскаялась молилась так долго что вот ее стали почитать как мать богиню как воплощение матери богини теперь немножечко перейду к матери богини ну понятно что теперь обраме брама который стал иеговой и яхве и ветхий завет весь этот вот для гоев написан гой это вот и ой ты гой если добрый молодец иван да для ивана написан для того чтобы его в ловушку заманить извините так вот этот бог который он же я поставила тоже уравнение знак равенства брама равно яхве иеговы и я доказала это себе себе доказала не вам вам я просто выдаю готовые знания хотите сами ищите хотите не ищите вот и то что он добивала добивается такого всеобщего поклонения себе таки это ясно вот этот бог брама естественно он зловредный и он горделивый он у него куча пороков вот и людям естественно тоже дал все свои пороки а шива чтобы спасти человечество дал людям от себя вот этот кусочки души наша душа это отшивы дал что сам имел еще трижды приумножил вот какой бог любви настоящий отец друг товарищ и брат как говорят да а это вражина которая которая просто человекоубийца потому что дать людям все эти пороки чтобы они мучились и вот это мучение бесконечно эти проходили и так у меня произошло равенство брама равно яхве иеговы бог брама шива равно иван и в девятнадцатом году в поисках я все-таки нашла этот храм которым фактически не было людей просто даже когда я пришла туда то уже как бы стали на окрестные люди приходить вот и я вот заметила эти ну и раньше эти узоры до русские такие русские какие-то воины там с саблями какими-то ну что-то очень близкое к русским теремам я это все отметила и стала разговаривать с местными разными людьми вот и разговаривать о шиве вот я скажу я всегда говорила что очень люблю бога шиву они меня за это очень глубоко уважали правда его полюбила всей душой всеми фибрами своей души вот и разные у него же там сотни тысяч имен и одно из имен такое которое просто этот шиван и вот шиван шиван и когда я кстати шива и вода ванн и когда я стала спрашивать обыкновенных индусов не каких-то там брамина самых обычных там которые вокруг которые восстанавливали этот храм там еще что то а скажите пожалуйста вот что означает все таки вот шиван есть какая-то расшифровка мне сказали очень просто смотрите ши это великий и дальше иван великий иван вот так я моё уравнение разрешилось шива равен иван понимаете она разрешилась произошло разрешение мне очень важно было ответить на все вопросы потому что когда ты решаешь главное уравнение своей жизни 1 2 3 то тогда какие бы информацию тебя не поставляли разные фуфло фуфилы да ты уже понимаешь что здесь соврали здесь что-то потому что ты отталкиваешься от качеств человека ты же знаешь допустим вот если я себя знаю я знаю как я могу поступить как я не могу поступить если я человека какого-то узнала и я знаю все его достоинства и все его пороки то я знаю что может совершить что нет и для меня уже как новостей нету книга прочитанная вот и таким образом я же занималась исследованием людей вот и люди меня конечно потрясли своими порочностью своей завистью от зависти многое творится на земле от нее все пороки но все люди порочны потому что такими их сделал брама он сам их такими сделал а потом написалась ложь бесконечная с адамом и евой аману уж там совсем отсутствует ну и так далее то есть я вам об этом говорила много просто вся история перевернута 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 и стерта стерта наше многомиллионная многомиллион летняя история мы ее не знаем мы ее не помним вместо этого нам то подсовывают египетскую какую-то то какую-то греческую то иудейскую а где наша история вот нашей территории неважно кто сейчас живет здесь вот и тогда когда я нашла что шиван это иван а потом до этого я еще нашла что была великая битва кручетра и она происходила на территории россии потому что тогда мне давно еще сказали в индии люди что россия русь это место битвы богов его престол так скажем место битвы значит битва космическая разворачивалась на всей этой нашей территории значит должны остаться следы ну а дальше вы знаете кто захочет тот найдет оказалось что все названия индийские рек местности разных богов они существуют на нашей местности ну например бог любви кама и речка кама да там столько всего особенно на севере там столько названий индийских что не придумаешь даже даже курск в нем есть первый слог от слова кручетра во время этой битвы проиграли светлые силы и были разбиты она происходила то ли двенадцать тысяч лет назад кто-то говорит пять не верьте я так чувствую что это все пытается опять наврать притянуть она была давно очень неважно она была давно еще до всех этих ветхих заветов и до всего потому что ветхий завет мог быть написан уже тогда когда брама стал называть себя юговой и обрел большую силу вот в чем вся фишка и тогда уже можно было там что-то создавать свою какую-то историю и свой народ как он собственно и сделал избранный да вот ну что делать я просто всего лишь говорю только то что я знаю и мои уравнения которые я разрешила но для меня история оказалась вся перевернутой и если говорят что кто-то плохой то я уже знаю что он хороший если про лилит сказали что она дева лица то меня она заинтересовала много лет назад тоже я раскопала все ездила в израиль специально местность там есть лилит недалеко от генесаритского озера копала копала и все раскопала тоже и она являлась ко мне и на самом деле вторую книгу свою которая не издана расскажите мне об отце она помогла вспомнить все детские истории и она ей написанный мой триптих она как женщина по черной вуале у меня выступает убитая в раю вот и значит это самое триптих плащ лилита потерянном звуке я вам читала ответ на призыв и встреча то есть есть триптих моих стихов потому что я пишу много стихов кто не знает и эти стихи они непростые они они в вечность из вечности пришли в вечности уйдут то есть это не просто стишки ну что тут уже и говорить я просто вам говорю говорю у меня уже скоро язык все называется уже не нравится да потому что я много раз повторяю одно и то же там обучаем и многие даже животные люди чего-то вот все время как-то проскальзывают они не слышат слов я не знаю почему они бегают и слышат только ложь ну видимо так устроены на клеточном уровне на уровне геномов что там записана одна ложь чтобы записать тогда правду нужно очень глубоко в душу идти в глубину свою и там уже отыскивать что-то и так я для себя нашла ответы на все вопросы я поняла как разворачивалась история я поняла как ее перевернули и дали вообще просто все перевернуто вверх тормашками и до правды не докопаться чтобы докопаться до правды нужно все стереть извините это я уж так и историю всю лживую и это самое и искусство которое тоже которое тоже в общем то все лживое все лживое просто ну невозможно вот и мне это так отвратительно я вот это все смотрю периодически я тоже как бы смотрю не с точки зрения захватывающих сюжетов мне на эти сюжеты положить потому что я слишком хорошо знаю все сюжеты я смотрю с точки зрения анализа каких режиссеры выводят например в кино герои и зачем они их такими делают слабыми а люди же люди же очень стерто у них все у них нет личной памяти глубинной и они многие очень я вот знаю они смотрят кино и хотят подражать этим героям и они берут эти судьбы натягивают на себя и претерпевают то что там расписано зачем это надо вот зачем нужны там эти бесконечные слезы сопли страдания они никому не нужны и я вот даже подумала вот если бы там ну в сюжете фильма или в сюжете жизни все люди не молчали а сразу бы говорили друг другу правду как она есть с самого начала то никаких таких сюжетов бы трагических и не было бы не было бы трагедии может хватит трагедии трагедии хватает всем и не было бы этой перевернутой истории и тогда да насчет Шивы да Ивана возможно в то время он назывался звался Великий Иван так и звался Шиван Великий Иван Ше Великий и когда уже было все разбито они ушли туда на север Индии санскрит очень похож на русский вы это знаете только там не пропущенные гласные как у нас многие потерянные вот и культуру эту ведическую они сохранили именно там и там есть я видела таких богатырей во шрамах там таких русских богатырей красавцев обалденных вот среди ситхов очень много таких богатырей красавцев и они все белолицые так что вот извините они а оказалось что они ушли туда что же на этой территории осталось она была выжжена потом с годами она восстанавливалась естественно сюда приходили разные я думаю народы люди но земля она же память хранит в себе именно земля хранит вот и таким образом вот постепенно все это здесь восстановилось восстанавливалось но очень много людей которые я бы сказала и говорят вроде на русском языке но они не имеют этой памяти она у них стерта вот нет у них вот этого глубинного поэтому они берут каких-то героев да и подражают им мне жаль вот как открыть глубинную память я уверена что нужно идти к душе нужно идти в поисках своей души и за душой и тогда у вас все откроется и это я говорю в то время когда кругом бушуют всякие информации очень токсичные бушует океан я этот да который пахтается из этого пахтания вообще столько ядов выходит поры да ядовитые вся эта информация которая может кого угодно отравить опять повторяется история одна и та же вот теперь насчет шивы говорят в варанасе когда я там бывала на той стороне там жгли трупы канки и там было вот это но он же сидел на кладбищах потому что его предки погибали его дети люди погибали вот эти бесконечные сжигания он претерпел очень многое горе очень много и пока он там сидел вот этот город варанасе был золотой и вот эта песня под небом голубым есть город золотой это про варанасе но потом когда он куда-то исчез говорят что три с половиной тысячи лет назад шивы исчез шивы исчез и город стал разрушаться золото исчезло остался только один там лингам в одном храме большом золотой в который мы пытались проникнуть там даже не пускают пускают но надо заплатить много мы не стали туда ходить извиняюсь что немножко там водички надо попить так вот это история и когда он пропал я стала уже потом изучать куда же он исчез куда мог исчезнуть шива учитывая что он же духом своим улетал да и вот и тут он пропал его видели в физическом теле да появлялся он там сидел к нему можно было подойти поговорить и вдруг он исчез то есть он исчез его физическое тело исчезло и больше вот три с половиной тысячи лет назад и больше его нигде не обнаружилось а но дух его появлялся в разных местах но дальше вот эта история с духом шивы я ее пока придержу потому что я ее знаю что дальше произошло но я должна еще откопать дальше знаете до конца то есть я у меня еще нет пока полных ответов что произошло с шивой дальше и что будет вообще дальше потому что смотрите сейчас во всю властвует брама или егова да то есть он везде устанавливает свои законы и вы понимаете что все что сейчас происходит это все вот он и его хартия назовем и его друзья в кавычках вот а шивы как бы нигде не отслеживаются ни в каких действиях то есть его нету там куча всяких контактеров которые говорят что спускаются сюда светлые энергии то есть все пятое десятое но вы знаете пока глазами не увижу как говорят не поверю так я устроена и вам советую не верить никому и ничему потому что иисус говорил никому не верьте скажут что я там скажут что я здесь скажут не верьте потому что приду как победитель без врагов в сердце каждого человека то есть для меня иисус шива это уже равенство сын и отец да вот поэтому то что сейчас происходит сами понимаете но тут еще включается еще главный герой или я бы сказала героиня всего этого изначальная мать или Адишакти в Индии ее зовут мать богиня как угодно это вы уж вы сами каждый из себе там назовет ее как угодно 300 тысяч имен известны она участвовала в создании всех цивилизаций Адишакти она же супруга бога Шивы то есть она себе из трех богов которых она сотворила а теперь кто сотворил богов она изначальная мать вот вам пожалуйста перевернутая вся история вверх тормашками она энергия творения воплощения она же лилит ну в общем лилиту и так далее 300 тысяч имен и у меня на эту тему есть фильм тоже сделанный про конец обитаемого мира про долину колу там ее имена известны все 300 тысяч посчитали а на самом деле изначальная духовная Адишакти вот она сотворила троих богов Вишна она сотворила Браму и она сотворила Шиву так вот мужья себе проверяя сначала она была как сати воплощалась да она воплощалась как земная женщина и вы знаете эффект сати она себя сожгла потому что воплощаясь в земном плане она была ну как сказать несовершенна в ней было всего 46 добродетелей не хватало много чего и она себя сожгла и сати святые места есть где разбросано ее тело порвали на кусочки и вот эти три бога и я думаю что вот каждому из них Адишакти сотворила это по женщине так сказать по богине и Вишну она сотворила Лакшми богиня богатства Браме она сотворила Сарасвати энергию богиню знаний а себе она взяла парвати она сотворила да свой образ вложила в парвати и парвати потом стала женой Шивы и так все это триада богов но дело в том что Брама то оказался весьма таким прямо скажем ну недостойным богом и поэтому его супруга Сарасвати покинула его и ушла под землю как подземные реки все это Сарасвати он остался один а дальше когда он преобразился в эту иегову вы уже понимаете что это бог который не имеет богини поэтому он мстит поэтому он все это происходит из-за этой всей фигни а Сарасвати возвращаться к нему и не вернется не захотела вот вам вся история которая настоящая история человечества не важно сколько когда лет и зачем детали не важны важен вот это зерно вот оно зерно и это все начиналась эта история Шива был еще до того а Дишакти была еще до того как не было еще ни земли ни планет ничего она и была этим духом который сотворял все вот и она сотворила троих богов а потом уже там Брама сотворял своих богов Вишну своих аватаров вот Шива оставался тоже вот сотворял там выдернул волос там сделал такое-то такое-то для разных дел своих там аватаров и дальше были там мудрецы семь которые уже рождали полубогов и демонов ну это целая история длинная невероятная все не расскажешь как говорят но в целом если посмотреть в центр да не перевернутая история истинная история человечества то она только здесь все остальное это ошметки я не знаю кто там эти боги Египта с собачьими головами возможно это уже какие-то клоны клонировали что-то делали что-то там ну всякие эксперименты там греческие боги Олимпа может сами себя возводили но мне они неинтересны если честно мне они глубоко неинтересны и вспоминать этих богов я даже не хочу так же как и все ветхозаветное я хорошо знаю и Тору и Ветхий Завет и Каббелу вот и все эти истории с двумя адамами потом он в одного превращается одного прячут ну в общем сплошная ложь и мне неинтересно копаться во лжи как неинтересно копаться в дерьме прости господи вот но неинтересно мне копаться там где одна ложь на лжи ложью погоняют вот поэтому вот наверное вам должно быть понятно о чем я говорю простые уравнения Иисус сын Шивы равно Шивы Брама равно Иегова Яхве где Бог Вишну пребывает создающий равновесие со своей богиней богатством ну вы можете наверное я думаю что Богу Вишне Вишну и богатству его поклонялись все богатые мира сего и поэтому он скорее всего если пребывает то где-то там где есть деньги богатство Шивы же всегда был там где люди бедные обыкновенный народ к нему шли все такие обычные люди и он всем находил место и там и духом и и ну всем всем и падшие все у него там все собирались кого обидели которые кто не попал в элиту кто разорился все потом каялись и шли к Шиве вот история мне кажется вот я нарисовала очень ясно всю историю человечества за все века времена и народы да до сотворения мира Ади Шакти сотворяется вот эти трое богов дальше вот и поехала вот можете дальше дофантазировать сами оно просто открывается но вот это истинное знание которое я даю то которое я раскопала потому что хотела раскопать потому что еще в детстве отец меня спросил что ты выбираешь там мальчиков там земную жизнь или знания я сказал отец я выбираю знания и поэтому вся моя жизнь направлена была на то чтобы раскапывать знания вот я их раскопала и я вам их даю я вам их даю для того чтобы вы поняли посмотрели бы туда где есть истина и если вы туда будете смотреть и дальше вы внутрь себя заглянете то вы раскопаете внутри себя дофантазируете я бы сказала откроется вам истина сама отбрасываете все то что не нужно не нужна вам эта перевернутая история вверх тормашками натянутая вам нужно вернуться к истинной истории вот еще раз повторюсь то это давно я заметила что мне из всех героев в русских сказках нравился Иван Иван герой да ну неважно под каким именем он там ходил я его узнавала по качествам его души по доброте по честности по порядочности по совестливости по справедливости и так далее по мудрости и потом когда Шиву открыла значит Иван Шиван это одно и то же и так прародителем всего человечества на самом деле души человеческой чистой является Иван Шиван и конечно же он и был здесь на территории России все названия изначально были здесь а после Куручетры когда перешли туда перенесли туда и название вот она вся правда санскрит русский равно Шива Иван равно Иисус Шиван сын отец мать Адишакте богиня она же супруга Шивана Ивана в России наверное ей бы имя было Марья отсюда Иван да Марья сказочная да вот и все ребята вот она вся наша правда хотите берите хотите не берите все остальное побочное да все остальное было уже потом там появлялись разные Будда и разные-разные пророки но это пророки было много кто-то переврался кто-то истинный это уже не важно если вы знаете основу всего если вы знаете эту главную историю человечества если вы проведете это знаки равно как сделала это я на своей шкуре исследовав это да то есть пройдя все эти пути дороги вы дальше в книжках будете вылавливать и в людях будете вылавливать не ложь за которую вы хватаетесь ваше эго хватается а вы будете вылавливать истину я желаю вам обрести истину истинную историю потому что только обретая истинную историю вы станете тем о ком кем мечтал вас видеть бог шива то есть вы станете истинными людьми человеками совестливыми честными и так далее мудрыми вы обретете мудрость а дальше путь развития бесконечен человека он становится душа бессмертна тело смертно вы знаете да то что сотворил брама это все смертное вот и дальше путь развития бесконечен пураны продолжаются и сейчас они продолжаются но столько мусора столько хлама столько всего что вот это все сгорает и просто вот под моим этим самым это все горит я вижу гори все синим пламенем но сколько же яда выделяется от этого синего пламени прости господи так что вот думайте сами решайте сами куда вы будете окунаться где и еще прошу вот тех кто там начитался и начинает не он же говорит я же понимаю я даже вижу когда человек не сам говорит вот когда вы прежде чем говорить или писать что-то вы задумайтесь а я ли это говорю моя ли это душа говорит или это кто-то через меня там вещает потому что я на это на все вы знаете я сразу же считываю я сразу вижу я же вижу все насквозь чтобы вы просто понимали если человек рядом со мной я могу прочесть все его мысли и вы бывшие и сегодняшние и будущие то есть поэтому люди которые близко со мной они не каждый человек может быть это надо быть очень честным вот признаваться себе самому во многом и вот это вот видение мое оно и дало мне откуда я все это вижу знаю стала мудрым человеком а оно как раз от того что я вот в этом хламе без неправды в этой перевернутой всей этой нашей истории откопала главные истины но они такие простые еще раз повторюсь для вас специально Иисус сын Шивы Брама он же Яхвая он же клеветник он же дьявол человека убийцы сотворительница всего Адишакти великая мать изначальная энергия творения воплощения имеющая 300 тысяч имен что еще тут сказать Иван изначальный который он является собой душу и Шиван Шива знак равенства все больше ничего не надо дальше остальное приложится как говорят остальное все приложится вот такая история главная а ответы на все остальные вопросы ищите сами всего вам доброго с вами была Мария Карпинская до свидания